В МКНЦ Я занимаюсь психофармакологическим лечением гастроэнтерологических больных. В своей лекции я буду предельно конкретно и постараюсь дать те знания, которые вам пригодятся в жизни в конкретных гастроэнтерологических ситуациях. Эту тему моей лекции можно перефразировать, по-простому сказать, как назначать антидепрессивные препараты гастроэнтерологическим больным. Так, ну здесь уже говорилось, это действительно так. Самая основная группа антидепрессивной терапии – это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Вот обратите внимание на средний столбик. Здесь международные названия этих препаратов. Их надо знать. Не так давно это считалось просто правилом хорошего тона знать их. А сейчас именно так требуется при выписке рецептов. Но иногда я буду говорить торговые названия. Совсем не потому, я не связана, мой доклад и лекция, вернее, не связаны ни с одной из фирм. И если я буду говорить о каком-то препарате хорошее, то это совсем не значит, что это по рекомендации фирмы. То есть это будет мой собственный опыт, основанный на данных литературы и данных лекций психиатров для врачей общей медицинской практики. Я буду говорить, когда я с этим опытом согласна, когда, может быть, немножко нет. То есть вот торговые названия, просто я буду иногда говорить, потому что они на слуху. Там феварин, золофт – это на слуху. А сертралин, флувоксамин – это еще не каждый для себя очень хорошо в достаточной мере освоил. У этой группы препаратов, ну, как у любых лекарств и групп лекарств, есть плюсы и минусы. Они были синтезированы в ту пору, когда лечение депрессии проводилось только трициклическими препаратами. Это нам известны амитрипцилин, азофен, те, которые сейчас применяются до сих пор, но значительно реже, чем вот эта вновь синтезированная группа. Значит, они лучше переносятся и соматически более безвредны. Еще плюс для нашей жизни – все эти препараты принимаются один раз в день. То есть в гастроэнтерологии этой дозы всегда достаточно. И почти всегда утром, за исключением феварина, который принимается вечером. Значит, на последней лекции профессора-психиатра, ну, я не буду называть фамилию, это просто ни к чему. Кстати, было сказано в качестве плюсов еще то, что при лечении этими препаратами можно принимать алкоголь, в отличие от анксиолитиков и нейролептиков. Но для нашей страны, скажем так, актуально. И поэтому я обратила на это внимание, посмотрела литературу, и можно сказать, что это, во-первых, конечно, выборочно. То есть, например, нельзя при феварине, может быть, такая даже доза в непохмельных дозах. Это новый термин, который я узнала. То есть в непохмельных дозах при некоторых антидепрессантов этой группы можно не ставить строгих показаний к отказу от алкоголя. То есть это такое, в общем-то, ну, не совсем правильный плюс, но, тем не менее, некоторую положительную роль иногда играет. И минусы. Очень серьезный минус. То есть первые две недели трудно пережить, потому что эффекта еще нет, а побочные действия уже есть. И поэтому это заранее надо настроить пациента вот на эти две недели, в общем-то, переживания. Я, честно говоря, не выработала для себя дентологического такой рекомендации. Вот, а что делать? То есть я считаю, что пациенту надо сказать, что ему будет сложно. Сразу спрашивают, а что будет? То есть, и вот если тут говорить правду по тому длинному списку, во-первых, мы не знаем, что будет, но что-то будет, да? То обязательно, вот я пока не придумала, я пока говорю только так. Мы будем лечиться или мы будем бояться побочных действий? Ну, почти все в данной ситуации говорят лечиться, тогда мы будем уже обсуждать, какой препарат. Еще важный момент. Часто при назначении препаратов этой группы снижение либидо. Вот здесь ударение на второй слог, правильно, либидо. И если у мужчин, как считается тоже из той же лекции, навредить мужчинам сложно, то при назначении препарата у женщин надо обязательно выяснять важность сексуальной жизни. То есть можно назначать этот препарат или нет. Вот, тоже немаловажно, прибавка массы тела. То есть очень часто дает значительную прибавку массы тела. И, наконец, то, что очень важно у нас в гастроэнтерологии, это запоры. То есть очень часто на приеме препаратов данной группы запоры. То есть, понимаете, и много плюсов, и много минусов. Поэтому очень важно решить, будем лечиться или нет. Так, теперь дальше. Вот этот слайд я показывала в прошлом году, я сейчас его повторю, потому что он чрезвычайно ценен, особенно вот в следующем варианте, когда я немножко уменьшила степень его депрессивности, то есть раскрасила в разные цвета. Вот, посмотрите, это просто основа, рекомендация для выбора, какой препарат вы будете выбирать. Вот, обратите внимание, у нас в гастроэнтерологии чаще всего, конечно, тревожная депрессия. То есть нам надо убирать тревогу. Посмотрите, сила убывания препаратов, то есть седативный эффект справа. Препарат, который больше всего действует на тревогу, сильнее всего из этой группы, флувоксамин, то есть феварин. Дальше, посмотрите, если нам нужен препарат сбалансированного действия, посмотрите, как хорошо в серединке находится сертралин всегда. Все три колонки. Повышение настроения, стимулирующий эффект и седативный эффект. То есть это препарат умеренной активности, ну такой хороший, хорошо умеренной, в хорошей степени активности умеренной, но в то же время вот по одинаковой силе, средней силе, по всем факторам, которых мы хотели достичь. Аналогично, но несколько. Так, сертралин – это серената, залофт, стимулатон. Так, теперь циталопрам и эсциталопрам – самый последний препарат этой группы. Господи, добро. С утра вот на этом месте, сколько пыталась думать, один из любимых моих препаратов – ципролекс. Почему-то он у меня стал выпадать из памяти. То есть, посмотрите, очень похоже, хорошо похоже на сертралин, который является таким, в общем, показателем хорошей работы. Но он находится на последних местах, и, может быть, поэтому при сбалансированном хорошем эффекте у него меньше побочных действий. Поэтому, кто боится побочным действий, то хорошо выбирать ципромил, циталопрам, ципролекс. Так, и вот обратите внимание на два препарата в верхней колонке. Сначала верхний, сначала флуоксетин в средней колонке, флуоксетин, то есть всем известный препарат, обладающий невероятно низкой ценой, около 30 рублей есть такие препараты от разных фирм, это минимальное, но его нельзя назвать. То есть он считается сильнее сертралина и считается по многим рекомендациям препаратом номер один. Но я согласна с рекомендацией психиатра последней лекции, что в амбулаторной практике его лучше не назначать. Потому что он, смотрите, действительно стимулирующий эффект. И в рекомендациях, в его аннотации, в инструкции, вернее, есть указание на то, что пусть это редко, но как это достаточно страшно звучит, что могут быть реализованные суицидальные попытки. То есть это происходит от того, что он снимает тревогу, как все препараты в какой-то степени, и при этом очень сильно стимулирует человека. Если у него были задумки такого плана, то он их может осуществить. Вы сами представляете, что может быть с пациентом, с его близкими, и вообще-то по большому счету с вами тоже. Поэтому я для себя также решила не назначать его в случаях депрессии только в одном варианте у больных, бариатрических, когда у них не столь уж сильна депрессия, но им надо снижать аппетит. Антидепрессант лучший по снижению аппетита, безусловно, флуоксетин. Теперь препарат в левой колонке верхней, пароксетин. То есть это паксил, роксетин, тоже такие на слухе у препарата. И когда-то старшего поколения доктора помнят, наверное, был прекрасный препарат коксил. Но он был так прекрасен, а вы видите, по этой схеме это максимум повышения настроения, что он очень полюбился наркоманам, и он просто снят с производства. Но тем не менее, основа его была тоже пароксетин, и поэтому аппетит, роксетин могут вызывать за счет повышения настроения, ну как бы передозировку в сторону мании. И нам, то есть сейчас я говорю нам, это врачам общей практики, и гастроэнтерологам в том числе, с этой манией можно просто не справиться. Поэтому, если мы подводим итог, есть такая замечательная рекомендация, важная в практическом отношении для врачей общей практики, выбрать несколько препаратов, которые вы хорошо знаете. Вы знаете плюсы, знаете минусы, знаете ситуации, когда лучше назначить. И вот с этими препаратами работать, не стараясь расширить их диапазон. Вы видите, что если по этой таблице это будет феварин, флувоксамин, сертралин, циталопрам и остерегация флуоксетина и особенно пароксетина. Теперь конкретно по феварину, потому что я вам сказала, что он чаще всего нам нужен в гастроэнтерологической практике. Вот его плюсы. Это противотревожный препарат, помните, он самый первый в правой колонке. Поэтому он дает эффект быстро. И это очень хорошо, в отличие от всех других антидепрессантов этой группы, где эффекта надо ждать 2 недели. Он вам даст эффект на второй, третий день, причем очень сильный. Есть обратная сторона этого момента. Надо строго-настрого предупредить пациента, что нельзя в это время садиться за руль. Лучше во время курса всего лечения. Но в первую неделю просто строгое предупреждение. Значит, в плюсах отсутствие влияния на сексуальность, о котором я говорила для других препаратов. Минимальная прибавка веса, улучшение сна и хорошая переносимость у пожилых. Правда, надо иметь в виду, что у пожилых, и обращать внимание на это, вот последний препарат вызывает брадикардию, то есть у пациентов пожилого возраста это не такое уж редкое явление. Теперь обратите внимание на средний минус – гастроэнтерологические проблемы. То есть вот при всех плюсах, которые есть у препарата, в гастроэнтерологической практике он переносится не очень хорошо. Это самый тошнотворный из всех антидепрессивных препаратов. И об этом тоже надо человеку, пациента предупредить. Тошнота – это самое неприятное, но в меньшей степени могут быть нарушения стула. То есть вот эти плюсы и минусы с пациентом надо обсудить. Так, теперь, вернувшись к сертралину и эсцеталопраму, еще раз, ода этим препаратам. Было проведено большое сравнительное исследование современных антидепрессантов, ну, современных относительно 2009 год, и результаты были опубликованы в журнале «Ланцет», где были обозначены четыре препарата, то есть сертралин, эсцеталопрам и два других еще, о которых мы сейчас будем с вами говорить, как лучшие антидепрессанты, вот, то есть десятилетней давности. Да, венлофоксин мы поговорим немножко позже, а о мертозапине поговорим сейчас. Значит, это препарат другой группы уже, не СИОЗС препарат, антидепрессант, тетрациклическая структура. И посмотрите, какие для гастроэнтеролога замечательные плюсы. Во-первых, обладает высокой эффективностью при тревожной депрессии, то есть то, что нам надо, раз. Два, слабое влияние на холинорецепты. И здесь прямо хочется поставить три плюса, потому что проблема – запоры. Как гастроэнтеролог, вы знаете, если человек начинает жаловаться на запоры, просто беда, да, антидепрессанты их усиливают, значит, нет запоров. И отсутствие влияния на сердечно-сосудистую, неотрицательного влияния на сердечно-сосудистую систему. Вот так читаем плюсы, так видим при себе там мужчину или женщину пожилого возраста с кардиальной патологией, с запорами, тревожно-депрессивного, да, то есть просто вот для наших пациентов. Но есть такой минус, достаточно серьезный, это возможность осложнений, просто подчеркивается в инструкциях, очень серьезно смотреть на возможное наличие ишемического инсульта в анамнезе. Может быть резкое ухудшение состояния, так. Но, во-первых, не все знают. И, во-вторых, я не исключаю, что сюда же, хотя пишется только об инсульте, что можно сюда же отнести транзиторные ишемические атаки. То есть, поэтому с точки зрения головы немножко опасно. И сюда же я написала дороговизну, хотя она касается только препарата Ремирон. Но это надо очень хорошо запомнить. Его цена больше трех тысяч. Обычно в блистере 14 таблеток на две недели. И вот я вам показывала, когда первый слайд, когда я вам говорила фирмы, то вообще при назначении антидепрессантов очень важно знать стоимость препаратов. Потому что мы от всей души порекомендуем препарат, который будет две недели больше тысячи рублей для людей пожилого возраста, которые составляют основную массу наших больных. Это уже много. А 300, по-моему, это просто вообще караул. Поэтому, выбирая этот препарат, выбирайте мертозапин, который стоит около 500-600 рублей, то есть в пять раз дешевле. То есть это тоже немало, но, честно говоря, по меньшей цене антидепрессантов очень мало. Так, теперь вот такая картинка. Значит, я специально ее выбрала. У меня такая немножко депрессивная презентация. Вначале без картинок, без цвета практически. И я искала какую-то в интернете, но здесь даже слово «картинка» не подходит. Мне хочется говорить «изображение», потому что настолько она характеризует общую идею лечения депрессии. То есть вот я ее нашла, и она считается мне просто идеальной. То есть что нужна, не только нужна психофармакотерапия, но и психотерапия. Вы верите, вот эта пациентка, она сама пытается снять это покрывало. Ей это не удастся без психофармакотерапии, поскольку вот это вот надо разрядить, эту серость, надо уменьшить вес этого покрывала. Да, может, порвать там где-то, чтобы снять. Но если она сама тянуть не будет, это вряд ли, это точно не уйдет само. Но по психотерапии я просто дополню, значит, буквально на 2-3 минуты. Нас, слава Богу, не просят уходить. Но я и в этом смысле хотела бы быть конкретной. Поэтому я вам скажу несколько методик. Не так на грани. А да, на грани между психотерапией и дентологией. Просто конкретные рекомендации, которые вы должны просто требовать от своих пациентов, если депрессивных, если вы их постоянно наблюдаете. То есть два слова должны осознать люди в этой ситуации. То есть помните, нам в последнем докладе сказали жить вопреки всему, там просто жить. Вот ему жить не хочется. Вот суть болезни – жить не хочется. И вы должны его всячески стимулировать, чтобы он все равно жил. Он не хочет и не захочет без лечения. Но вот эти все варианты, они помогут захотеть жить. И то есть выздороветь. То есть смотрите, сначала две самых простых. Структурирование жизни, регулярные физические нагрузки, прогулки. Чтобы обязательно… Режим дня. И вот это, чтобы входило, чтобы ставили галочки. Я своим пациентам даже говорю, когда придете, принесете мне какой-то отчет, что вы делали из того, что я вам говорила. Дальше. Ежедневное выполнение действий, которые раньше доставляли удовольствие. Ну то есть, например, собирал какую-то коллекцию. Вот собирать ее не хочется. Это депрессия, это симптом. Значит, надо ее доставать, перекладывать, там листать, смотреть, не получая никакого удовольствия. Но это должно быть включено обязательно вот в режим дня структурирования жизни. Дальше. Вот я уже начала дальше светом. Просто первое – это без всякого света просто надо. А дальше посмотрите. Надо что-то сделать. Вообще психотерапия – это масса методик. Можно самому себе придумать и пациенту. Чтобы отличать хотя бы плохо и очень плохо. Вот пока не надо хорошо. Пусть будет либо плохо, либо очень плохо. Видите, у меня немножко вообще был разный цвет. Но, по-моему, плохо, чуть-чуть лучше, чем очень плохо. И можно хотя бы, конечно, никто не будет рисовать кривой в течение дня. Но хотя бы делать вот утром, как было в первой половине дня, и как было во второй половине дня. И что когда-то бывает уже не очень плохо. То же самое усиление недопрессивных мыслей выделило жёлтеньким, как бы солнечных мыслей. И дневник два раза осознанно написало позитивных и позитивных эмоций. Потому что для кого-то позитивное – это спокойствие голубого неба, а для кого-то позитивное, когда он почувствовал какой-то огонь жизни, что я обозначила, красным и голубым цветом. И поделюсь о двух методиках, которые я просто придумала сама. Могу сказать просто ноу-хау. У меня нет депрессии, но плохое настроение бывает. И хорошо бывает. И достаточно долго бывает, чтобы я поняла, что с этим надо как бы что-то делать. И я вот рекомендую просто любимое своё упражнение. Потому что в нём есть настоящий эффект. Сначала проще не бывает. То есть помните, вот второе – надо делать то, что вы делать любите. Я люблю танцевать. Я не люблю делать гимнастику. Значит, вот если вы включаете музыку, сил у вас нет, вы себя заставили. Но отличается в том, что вы берёте лёгкие гантели. Значит, если хорошо себя чувствуете, потяжелее. Если не очень хорошо – 300 грамм. То есть можно вполне в одну руку. Начинаете под музыку танцевать. Получше себя чувствуете, побыстрее. Плохо себя чувствуете. Как получится? Значит, ну не меньше двух танцев. Если двух песен, или как сказать. Значит, если время есть – подольше. И, наконец, вы положили гантельки. И следующий танец вы танцуете без гантелей. И вы понимаете – легче. Понимаете, ваша задача – поймать вот это вот состояние. Легче. Да? Значит, бывает легче. И не когда-то потом. А вот сейчас. И это можно сделать самому. И вы рассказали дальше. Понятно? Теперь второе. Если готовы слушать, выдам тайну второго. Так, слушаем. Значит, второе. Значит, есть масса психотерапевтических методик визуализации. То есть как было хорошо, как будет хорошо. Там поймать это ощущение. Ну и так далее. Значит, я модернизировала это. Сейчас закончу. Следующим образом. Просто придумала для себя виртуальный альбом, фотоальбом, фотографии тех моментов, которые мне особенно дороги в прошлом. Но это не то, что вот просто было хорошо. А вот это те моменты, которые как-то повлияли на вашу жизнь. Они изменили вашу жизнь. Они что-то такое вот осознали в этот момент. Значит, особенность этой отличия от обычной психотерапии только в том, что они собраны в альбом. Знаете, как у Хуменгея. Праздник, который всегда с собой. Вот у меня праздник, который всегда с собой. Да и вот вы так тихонечко этот альбом не просто вот так листаете, а вспоминая это состояние. Вы понимаете, что в вашей собственной жизни есть то, на что можно опереться. И тут можно дальше разнообразить. Например, вы встали, почувствовали стопа, что у вас есть опор на землю, на земле, что у вас есть опора на свой собственный позвоночник. Если пациенту это говорить, он по-другому садится, расправляет плечи и, как правило, крайне приятный момент, вздохнет. Вот если ваш пациент, разговаривая с вами, вы заметили, он неожиданно вздохнул, я это воспринимаю как подарок себе и как высокую оценку своей работы. И всегда говорю пациенту, вот вы мне еще не верите, а ваше тело поняло, что я говорю правильно. Да, и вот с этого момента начинается уже совсем другой уровень комплайса и другой уровень лечения. Вот так. Я могла бы еще рассказать о психофармакологической препарате дальше, но теперь, наверное, в следующем году, потому что время, которое мне дано, я исчерпала, хотя его, конечно, чрезвычайно мало. Приходите в инсту... Ой, в МКНЦ. Спасибо. Нет, я волю. Я волю буду. Нет, я волю буду. Да, сейчас другой уровень. Ошел висок. Это обычная лечка. Сейчас какие-то будут пищи. Спасибо. 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 Продолжение следует...